Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я передаю слово Александру Леонидовичу Чечевишнику, заместителю директора Института международных исследований МГИМО, для того, чтобы представить нашего спикера. Александр Леонидович, я готов? Да, давайте начнем. Александр Леонидович, мы можем начинать. Добрый вечер, друзья, коллеги. Мы продолжаем наш новый проект «Час эксперта» на факультете МО, который адресован, конечно, не только студентам факультета международных отношений, но и всему МГИМО-университету, и который также доступен для тех, кто интересуется международной тематикой и за пределами нашего учебного и научного заведения. Сначала пару слов о теме. Для людей более старшего возраста такая формулировка, она вызывает довольно противоречивые и сложные реминисценции, но тем не менее политические реалии Китайской Народной Республики таковы, что именно пленумы, особенно некоторые пленумы, носят, выражаясь советским политическим языком, судьбоносный характер. И изучение материалов, пристальное изучение, высокопрофессиональное изучение материалов, состоявшегося недавно 5-го пленума ЦК КПК, может пролить свет на перспективы, на будущее, на перспективы развития Китайской Народной Республики на ближайшую пятилетку и на дальнейшую 15-летнюю перспективу. Китай для большинства из нас, для подавляющего большинства из нас, является в некотором смысле, как любая такая страна страна с очень замкнутой письменностью, с очень особенной культурой, является своего рода черным ящиком, и существуют буквально считанные эксперты. Я, честно говоря, не люблю слово «эксперт», но оно подверглось последние полтора, наверное, десятилетия у нас с довольно сильной эрозией, но в наш проект мы привлекаем экспертов без всяких кавычков. Так вот, довольно считанные эксперты существуют, которые способны проникать за очень, за малопрозрачную завесу, которая всегда нависала и продолжает нависать над китайскими реалиями. Один из таких, не побоюсь этого слова, провидцев китайского настоящего и китайского будущего сегодня у нас в эфире. Это Игорь Евгеньевич Денисов, поразительный знаток современной китайской политики, китайского общества. Когда-то в свое время он поразил меня, мне поразила эта информация, оказалось, что он достаточно свободно серфит в китайских социальных сетях. Вы можете себе представить уровень сленга в российских социальных сетях, такой же, может быть, даже больший уровень есть в китайских. И для того, чтобы понимать и свободно ориентироваться там, надо говорить несколько на более, надо понимать язык несколько более сложный, чем, ну, скажем так, стандартный мандарин. Вот. И сегодня я умолкаю перед таким специалистом, и сегодня Игорь Евгеньевич гость нашей студии. И он расскажет вам о сегодняшнем и завтрашнем дне Китайской Народной Республики, а потом вы сможете задать ему вопросы. Спасибо. Спасибо, Александр Леонидович, за столь лестное для меня представление. Добрый вечер, дорогие друзья. Тема, я подхватываю, значит, вот те рассуждения, которые Александр Леонидович предварил в нашу сегодняшнюю встречу. По поводу непонятной терминологии очень многим, я думаю, что, ну, поскольку, наверное, не вся наша аудитория здесь китаисты, мы в сегодняшней лекции не сможем обойтись без такого введения в специальность, я бы назвал. То есть, вообще, что такое пленум, почему он называется пятый пленум 19-го созыва, что это за цифры. Давайте вот начнем сначала, ну, с таких азов китайской политической жизни, которые, конечно, каждый китаец понимает, но не всем внешним наблюдателям эта проблематика близка. Ну, скажем, тем, кто жил в Советском Союзе, конечно, вся эта партийная система китайская, она более понятна, потому что очень во многом скопирована с опыта Коммунистической партии Советского Союза. Ну, я думаю, может, вы не знаете, но у Коммунистической партии Китая есть флаг, и вот он очень похож на советский флаг. Единственное, там серп и молот есть красного цвета, но нет звездочки вверху серпа и молота. И многие задают вопрос, почему вот в Китае в некоторых ситуациях официальных вывешивается советский флаг. Это не советский флаг, это флаг Коммунистической партии Китая, которая является, в общем-то, самой крупной коммунистической партией, самой крупной политической партией даже, наверное, в мире. Мы немножко попозже поговорим о количестве членов и о тех задачах, которые партия решает. И продолжая мысль Александра Леонидовича, я хотел бы тоже немножко остановиться на том, почему вдруг нам материалы именно партийного пленума, которые, естественно, написаны очень сложным политическим языком, которые очень нелегко перевести на английский, на русский язык, почему они для нас так важны. Потому что в этих документах это такие политикообразующие документы, и в них закрепляется, во-первых, общее понимание, которое существует внутри партийной элиты по поводу задач, решаемых Китаем на настоящем этапе, по поводу перспектив, содержатся оценки ситуации в мире, угроз, которые существуют для китайского развития. Но возникает вопрос, что в нынешнем открытом для всех мире, почему именно партийные документы нам так важны, почему мы не можем подчитать там, скажем, более доступную для иностранной аудитории Global Times или многочисленные интернет-ресурсы, которые Китай создает на иностранных языках. Но дело в том, что без внимательного чтения вот этих вот документов, которые, я уже говорил, написаны особым китайским политическим языком сложным, мы можем пропустить довольно важные изменения, которые происходят в китайской политической системе. Они могут на уровне появления каких-то отдельных терминов проявляться, но они, безусловно, значимы. Это во-первых. Во-вторых, речь идет не о публикации СМИ. Вот есть тоже такое неправильное абсолютное убеждение, если вы будете заниматься аналитикой по Китаю, о том, что абсолютно все, что публикуется в китайских СМИ, это санкционировано на самом верху, и мы можем использовать это для наших прогнозов, для нашего анализа. Но на самом деле плюрализм мнений в Китае безусловно присутствует, несмотря на то, что система жестко централизована. И чтобы правильно понять, мы действительно имеем дело с официальным дискурсом, или это просто оценки отдельных экспертов, еще нужно понять, насколько они понимают ситуацию, насколько они к власти близки. здесь с партийными документами у нас таких вопросов не возникает, потому что это как бы квинтэссенция многочисленных и многоуровневых дискуссий с привлечением и разного уровня партийных организаций, различных тэнк-тэнков, аналитических центров, университетов, специалистов в самых разных областях. То есть для нас если мы хотим действительно понимать, что происходит в Китае, а вот Пятый Пленум действительно приоткрывает такое окно в том, как Китай видит свое дальнейшее развитие, необходимо естественно обращаться вот к этим партийным документам. Теперь по поводу того, что такое Пленум, как он включен в китайский политический календарь, я неслучайно употребил это слово политический календарь. Пленумы это действительно, они проводятся по уставу партии. Устав это как бы партийная конституция, документ, по которому живет Коммунистическая партия Китая. По уставу они проводятся не реже одного раза в год. Фактически в Китае есть два таких больших цикла. Один большой цикл десятилетний. До последнего момента это был цикл, после которого полностью менялось высшее руководство страны. Дзян Заминя сменил Худзин Тао в качестве генерального секретаря партии и главы государства. Потом Худзин Тао сменил Си Дзин Пин. В 2012 году он стал на 18 съезде КПК, он стал генеральным секретарем, а потом в марте следующего года он получил новую должность в качестве председателя КНР, то есть главы государства. И начался вот этот десятилетний цикл. Он делится естественно на две части, в середине еще один съезд. В прежней политической модели на этом съезде возникали две новые кандидатуры преемников, то есть мы уже знали будущих руководителей Китая за пять лет до того, как они займут высшие посты. Ну, в нынешнем цикле этого не произошло, то есть мы там до сих пор не знаем, кто сменит Си Дзин Пина, а по поводу учитывая то, что сняты ограничения на третий срок, то есть раньше полномочия председателя КНР были ограничены только двумя пятилетними сроками, то сейчас эти ограничения сняты и в партийном уставе таких ограничений не было, то есть это было негласное такое правило, введенное Дэн Сао Пином, что руководитель партийный он тоже меняется раз в 10 лет, то по всей видимости Си Дзин Пин пойдет еще там на один пятилетний срок и на следующем партийном съезде он будет утвержден в качестве генерального 100% это утверждать нельзя, но по всей видимости у многих экспертов по Китаю есть такая уверенность. Ну здесь есть резон в том, чтобы так произошло, потому что у Си Дзин Пина довольно амбициозная программа политического экономического переустройства Китая для того, чтобы полностью ее реализовать, для того, чтобы окончательно отладить политическую систему, вот этот пятилетний срок необходим. У нас возникло понятие съезд, то есть это высший орган партии, который заседает раз в пять лет, но он две недели заседает обычно, около двух недель, чуть меньше, по результатам съезда избирается центральный комитет партии, вот пленум которого мы как раз обсуждаем. Пленум проводится раз в год и как правило от съезда до съезда проводится семь пленумов, потому что на первом пленуме и каждый из них имеет свое предназначение, на первом пленуме как правило формируется высшее партийное руководство, то есть по итогам мы уже имеем кандидатуру генерального секретаря, политбюро в составе 20 человек и постоянный комитет политбюро, иногда это называют образно как совет директоров China Incorporated, то есть это высший такой орган, который решает абсолютно все стратегические вопросы из семи человек, постоянный комитет политбюро и центральный комитет вот первый пленум как я уже сказал он обычно посвящен кадровому вопросу последний пленум вот в этой семерке он проводится непосредственно перед следующим съездом и там как правило решаются вопросы уже следующего следующей команды то есть рассматриваются кандидатуры на новый пятилетний срок вот примерно так то что посередине жестких таких тематических обычно нет ну там на третьем пленуме скажем обычно вопросы партийного строительства рассматривается в настоящем политическом пятилетнем цикле он был посвящен в общем-то реформе государственного управления это такая основа вообще подходов и вообще основную задачу которую Си Цзиньпин для себя видит реформу государственного управления пятый пленум который мы обсуждаем который состоялся в октябре этого года он традиционно посвящается экономике на нем обсуждаем на нем не утверждается но поскольку партия как бы является таким главным политическим мотором вообще всей системы то партия дает рекомендации по поводу содержания вот этого пятилетнего плана в этом году пленум еще важен потому что кроме пятилетки очередной четырнадцатой с пятьдесят третьего года в Китае введены вот эти пятилетние планы обсуждается такой среднесрочный план на пятнадцать лет то есть там он менее детальный конечно но тоже уже называется видение до 2035 года то есть на ближайшие 15 лет поэтому это кстати не значит что как в некоторых некоторые западные синологи утверждают что вот Псидинпин значит останется до 2035 года это перспективное планирование введено в Китае не сейчас это уже второй насколько я знаю 15-летний план поэтому ну просто те политические установки которые сейчас естественно под руководством Псидинпина будут введены они будут определять развитие Китая не только до 2015 года но 2035 года партия как я уже сказал является одной из трех то есть первой из трех властных вертикалей другие две это военная она относительно самостоятельно но тоже находится под партийным руководством вы наверное знаете что есть такой орган то есть министерство обороны это не высший орган управления вооруженными силами в Китае есть как бы верховный главнокомандующий но у него другой другой титул председатель Центрального военного совета им является Си Цзиньпин тоже то есть в одной должности то есть в одном человеке сразу же вот сходятся все эти три вертикали то есть военная это председатель Центрального военного совета председатель КНР это государственная и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая это партийная естественно партийная вертикаль она является наиболее важной поскольку партийные организации существуют ну во-первых есть центральные как бы да органы партии вот мы обсуждали с вами уже съезд который проводится раз в пять лет и устанавливает наиболее программу фактически развития Китая на ближайшие пять лет политический такой план это фиксируется в докладе генерального секретаря в решениях в решениях пленума есть центральный комитет есть партийная бюрократия то что можно назвать если центральный комитет это выборный орган есть влиятельные такие органы как канцелярия например ЦК КПК ну чтобы вам понятно были функции вот этой канцелярии ЦК КПК обеспечивает текущую работу партийного руководства партнером у нас является администрация президента есть в общем даже это единственное кстати единственный такой орган у которого с канцелярией ЦК КПК есть соглашение о сотрудничестве то есть это примерное соответствие есть такой орган как отдел пропаганды ну естественно это руководство вообще всеми СМИ ну и вообще и телевидением и радио и книгоизданием и интернетом в том числе фактически вот эти все функции они сходятся в отделе пропаганды есть очень тоже влиятельный организационный отдел вот как раз через организационный отдел ЦК КПК партия осуществляет свое влияние на расстановку кадров то есть без вот санкции вот этого органа ну фактически ни одно назначение причем курируется не только там скажем государственные органы министерства там и так далее местные органы власти но и партийные организации есть в частных компаниях и партия естественно вот через свои механизмы через свои организации может влиять то есть охватывает своим влиянием всю систему от центра до местного уровня включая армию государственные ведомства крупные частные компании общественные организации и так далее наконец 2019 года в партии состоял 91 миллион 914 тысяч человек то есть вы представляете что это насколько это масштабная такая политическая организация ну иногда возникает вопрос а вот в парламенте скажем 100% коммунистов там или все-таки нет ну по данным последним вот последнего состава все-китайского собрания народных представителей 70% депутатов парламента мы назовем по-своему это как называется там скажем вот западно западной практике были коммунистами то есть это означает что в общем не 100% но естественно 70% позволяет принимать и влиять там на принятие абсолютно абсолютно всех решений кстати даже министры не обязательно были случаи когда министры не были не были членами КПК но это естественно отдельные какие-то исключения особенностью нынешнего политического механизма является как я уже говорил процесс централизации власти замыкается как бы вот на верховного лидера на последнем съезде идеи Си Цзиньпина о социализме китайской спецификой были включены в устав то есть тем самым признаются не только его заслуги но и особое его положение среди партийного руководства теперь наверное я думаю что вы подготовлены для того чтобы перейти непосредственно к разговору о пленуме то есть состоялся пленум это значит собрание всех членов центрального комитета как я уже сказал это не постоянный орган постоянно это вот то что мы говорили вот это вот партийная партийная бюрократия партийный аппарат в виде канцелярии ЦК КПК различных отделов партий в Китае еще приняты такие такая форма управления как рабочие группы или комиссии малой рабочей группой иногда их называют по определенной по определенной тематике примерный аналог если у нас посмотреть Ну, это как вот совещание у президента по определенным вопросам, скажем, по вопросам экономики, культуры, безопасности и так далее. В Китае есть, ну, это немножко уже, я, наверное, склоняюсь к тому, чтобы рассказать вообще про китайскую политическую систему, но просто упомяну, что в Китае есть и Совет государственной безопасности. Это тоже вот такая инновация, которая возникла в нынешнем политическом цикле, то есть до десятилетнем. То есть до Си Цзиньпина такого органа, его давно хотели создать, но вот только при Си Цзиньпине он появился. Пленум был посвящен вопросам экономики, и это был первый пленум после того, как Китай столкнулся с пандемией коронавируса, что, естественно, тоже отразилось на экономическом развитии, то есть пришлось прилагать довольно серьезные усилия для того, чтобы восстановить экономический рост, поскольку экономика многих регионов, особенно те, которые были сильно затронуты карантинными всякими ограничениями, она стояла. Естественно, провал был на и потребительском рынке, но с другой стороны, то, что мы наблюдаем у нас, взлетели там, например, доходы всяких служб доставки, которые в Китае очень тоже развиты. То есть здесь однозначно сказать о том, что это был какой-то экономический кризис нельзя, потому что на Умера фактически они начали готовиться параллельно с тем, как шла борьба с эпидемией. То есть важность Пленума в том, что он в определенной степени подводит, во-первых, итоги, и в целом итоги положительные. То есть Китай демонстрирует сейчас по сравнению с другими странами более быстрое восстановление экономики, и это позволяет добиваться и каких-то положительных сдвигов международных позиций Китая. Китай, например, позиционирует себя как страна, которая обладает и может поделиться определенным опытом борьбы с коронавирусом. Сейчас СМИ полны репортажей о том, что вот-вот миллионы китайских пузырьков с вакцинами, значит, ампул будут поставлены в зарубежные страны, в том числе Китай, позиционируя себя как ответственная держава, взял на себя тоже обязательство, подключился к инициативе ООН. Цель которой, ну, более сгладить вот этот вот дисбаланс между возможностями противостоять пандемии, которые существуют у развитых стран и у развивающихся стран. То есть Китай тоже позиционирует себя как, ну, с одной стороны, как большая ответственная держава, с другой стороны, как часть вот этого развивающегося мира, по-прежнему в партийных документах упоминается, что Китай развивающаяся страна, берет на себя тоже определенную ответственность за то, чтобы поделиться вот плодами своего успеха. Поэтому Пленум вторая, видимо, важная тема для обсуждения – это, естественно, китайско-американские отношения. Хотя президент меняется, но курс, то есть Китай ожидает, что в основных таких деталях, то есть китайско-американское противостояние, в том числе в технологическом области, сохранится. То есть перед Пленумом, как вот таким политико-формирующим органом, вставала задача каким-то образом тоже дать ответ на вот эти вызовы. Первое – это восстановление после пандемии и участие Китая там в глобальном, тоже восстановление глобальной экономики, потому что Китай, естественно, зависит от ситуации в мировой экономике. И второе – каким образом дать ответ там на существенное ухудшение китайско-американских отношений, которые, может быть, при Байдене и претерпят какие-то вот стилистические изменения. Но в некоторых аспектах Байден, в общем, может быть, даже и более опасен для Китая, чем Трамп. То есть, может быть, даже Трамп был более предпочтительным выбором, поскольку уже примерно можно ожидать, как с ним можно работать, как можно с ним достичь сделки с Байденом. Ну и как вообще опыт прежних демократических администраций, значит, Барака Обама, ну, будет довольно сложно. Будет меньше там эксцессов, так ожидают в Китае, меньше хаоса. Но, скажем, склонность Байдена к укреплению американских альянсов – это тоже для Китая довольно неприятная вещь. Это значит, что можно мобилизовать союзников на, скажем, более целенаправленное давление на Китай. Политические итоги Пленума, ну, перед каждым Пленумом, как правило, западные наблюдатели говорят о том, что вот-вот там это продемонстрирует раскол в руководстве и ослабление позиции Си Дзенпина. Ну, в общем, это практически перед каждым Пленумом такие в СМИ высказываются, высказываются по прогнозам, причем даже и специалисты тоже высказывают по прогнозам. Ну, можно сказать, что ничего такого вот мы по результатам наблюдений за китайской политической жизнью мы не наблюдаем. Позиции Си Дзенпина не ослабевают. Это можно видеть хотя бы по коммунике, то есть по такому главному, одному из главных документов, в котором излагаются ключевые позиции, предметы обсуждения. Там имя Си Дзенпина упоминается 10 раз, ну и в его адрес употребляются примерно те же титулы, которые употребляли в свое время в отношении Мао Цзэдуна. Это «Кормчий», то есть ведущий корабль Китая сквозь буря и волны. То есть, ну, прямо так, примерно в таком же вот ключе в коммунике дана оценка заслуг Си Дзенпина. В партийных документах его принято называть ядром партии, причем используется здесь вот два иероглика. По-китайски это «Хэ Синь», «Хэ» это как вот ядро, это как ядро в смысле ядерной, да, и в смысле ядро ореха, а «Синь» это сердце. Ну, переводится как «Ко» по-английски, или на русский, ну, принято говорить как ядро партии. То есть, он центральную позицию занимает вообще среди других руководителей. В этом, ну, относительная особенность вот той системы, которая возникла в Китае после 2012 года. То есть, сильная централизация власти. Так вот, в документах 13-го пятилетнего плана сказано, что практика еще раз доказала, что вот наличие товарища Сидинкина в качестве ядра Центрального комитета и всей партии, мы благодаря этому преодолеем все трудности и препятствия, которые существуют на нашем пути. То есть, здесь, ну, мы видим, что никаких потрясений. То есть, здесь еще важный такой вывод для нас, то, что пандемия, несмотря на то, что это действительно было очень серьезный вызов, и внутренний, и внешний, на устойчивость политической системы и на положение Сидинпина и вот этого ядра руководства, которое с ним ассоциируется, не повлияло. То есть, это вот первый вывод, который мы можем сделать, анализируя материалы, материалы Пленума. Конечно, и я сам тоже, и другие коллеги писали о том, что, конечно, у жесткой централизации есть и плюсы, и минусы, в частности, есть и риски, которые существуют. Вот, но в то же время, ну, по крайней мере, в основных чертах вот эта система, она доказала свою жизнеспособность, несмотря на сложности первоначального этапа, когда не все было скоординировано и какие-то вещи затягивались, принятие решений во время вот первых месяцев пандемии. Но в целом Китай показал, что система работает и интересно, что вот в материалах, которые появились в открытой печати после окончания работы Пленума, вот эта мысль косвенным образом подтверждается. Я не помню, чтобы во время предыдущих Пленумов, а я говорю, что это часть политического календаря, довольно привычные политические события, проводились пресс-конференции. Но здесь вот была проведена пресс-конференция, и я думаю, что одна из целей – это вот показать, насколько работоспособной оказалась китайская политическая система. Это было сделано следующим образом. Подробно изложен вот весь, то есть можно сказать, что такая открытость была продемонстрирована тоже партией, но с определенной естественной целью подчеркнуть вот эту роботоспособность аппарата. Там в хронологическом порядке было рассказано, как вот эти документы, которые обсуждались на Пленуме, в том числе и пятилетний план, и вот этот перспективный документ до 2035 года, как они готовились. То есть здесь, с одной стороны, была подчеркнута опять роль Си Цзиньпина, потому что говорилось о том, что еще 13 апреля, Пленум, я напоминаю, состоялся в октябре, в конце октября, но 13 апреля было проведено заседание редакционной группы по подготовке вот этих документов. Потом, тоже интересная подробность, эту редакционную группу разместили на неком объекте в пригороде Пекина, где был высокий уровень секретности, и там они работали над документами, причем в их распоряжении было около 200 отчетов и предложений, представленных государственными органами и аналитическими центром. Но я вот это так подробно рассказываю, чтобы дать вам понять, что на самом деле не такая уж закрытая китайская система. То есть на пресс-конференции по итогам Пленума были озвучены такие детали, которые раньше никогда не озвучились, каким образом появляются вот эти партийные документы. Потом было сказано, что 17 июня редакционная группа встретилась на территории Джунаньхая. Джунаньхай – это, можно сказать, китайский Кремль. Вот это центр такой политической жизни. Там, правда, не только работают, но и живут высшие руководители Китайской Народной Республики. Прошло второе заседание и делается такой вывод, что сравнивается подготовка 13-го пятилетнего плана, соответственно, 5 лет назад и 14-го. Если тогда было 260 дней потрачено на сведение во всех этих документах от различных государственных ведомств, то сейчас за 200 дней, не знаю, красивая цифра, это так заранее было назначено, но, по крайней мере, вот она была озвучена. И месседж, который китайское руководство посылает подробным рассказом о подготовке документа, показывает, что вот на два месяца в сложных условиях еще Китай был не полностью свободен от коронавируса, вот эта важная политическая задача по определению, по стратегическому планированию, она была выполнена. Второе, на что я хотел бы обратить внимание, это, ну, поскольку, так сказать, основная аудитория у нас, это студенты факультета международных отношений, на то, как пленум, какие оценки он дал международной обстановке. Ну, можно тоже спросить, почему вообще этот вопрос обсуждался, но вы вспомните, что просто в какой обстановке пленум собирался, то есть, несмотря на то, что вот эта вот абсолютно рутинная, регулярная задача определения пятилетнего и пятнадцатилетнего плана, она стояла, но в то же время нужно было, нельзя было не дать, поскольку партия – это высший авторитет, и партия, как сказано, как часто сейчас говорится, и эта фраза включена в партийные документы, что на севере, юге, западе, востоке и в центре партия руководит всем. Вот такое выражение в Пресидентпине, оно символизирует то, что действительно роль партии в определении, как внутренней и внешней политике, безусловно, она никогда не была низким, но сейчас все это только еще больше акцентируется. И, естественно, в документах Пленума, если, опять же, их внимательно прочитать, о международной обстановке тоже говорится. Главный вывод, который мы можем сделать, это то, что Китай в ближайшие, скажем, пять лет воевать ни с кем не собирается. Несмотря на то, что тоже пресса полна публикаций о том, что вот напористость китайской внешней политики усиливается, и конфликты с Соединенными Штатами, они достигли такого накала, что не исключено, ну, если не холодная, то есть и холодная война, но и перерастание этих конфликтов в какое-то военное столкновение в качестве возможных площадок для этого, ну, называется Южно-Китайское море, где сталкиваются интересы Соединенных Штатов и Китая в последнее время, ну, и прежде всего Тайвань. Говорится о том, что Китай не будет затягивать с вопросом воссоединения Родины. Это вот эта последняя как бы задача, которая тоже стоит перед Си Цзиньпином. То есть вы, наверное, слышали о том, что во время прихода к власти еще в 2012 году Си Цзиньпин выдвинул такую идею великого возрождения китайской нации, но вот, естественно, часть вот этого великого возрождения является возвращение Тайваня. Ну, во всех документах провозглашается, что военная опция, она не является единственным, естественно, говорится о мирном объединении, но, видимо, учитывая, во-первых, накаленность китайско-американских отношений при Трампе, и то, что Трамп предпринял некоторые шаги, которые казались невозможными при прежних администрациях, ну, фактически повысил уровень взаимодействия с Тайванем, повысив уровень официальных контактов. Он принял звонок президента Тайваня Цаэн Вэйн, правда, еще до вступления в должность. Это очень важная деталь, но этого тоже никогда американские президенты после установления дипломатических отношений с Китаем не позволяли себе. Это как бы противоречит политике одного Китая. То есть вот под комплексом вот этих вот вызовов, ну, как бы просматривается и горячий конфликт. Но вот если мы внимательно посмотрим на документы Пленума, то, хотя международная обстановка характеризуется очень кратко, ну, вот я, например, читаю в этих словах то, что Китай по-прежнему видит возможности для своего мирного развития и будет уклоняться от любых таких жестких столкновений, ну, прежде всего, с главным своим конкурентом Соединенными Штатами. Что там конкретно сказано? Ну, там говорится о том, что мир находится в эпицентре беспрецедентных изменений, которые не было сто лет. Но второе – это стандартная довольно фраза, которая как бы перетекает из одного доклада партийного в другое – это то, что мир и развитие остаются темой времени. То есть не война, а именно мир и развитие – это как бы лейтмотив нынешней международной обстановки. И последняя тоже вроде бы такая проходная фраза, но вот мне кажется, именно она нас подводит к выводу о том, что Китай, несмотря на все внешнее давление, все-таки расценивает нынешнюю обстановку как относительно благоприятную и, возможно, которая не помешает дальнейшему развитию. Эта фраза такая, что Китай все еще переживает период важных стратегических возможностей. Вот если бы эта фраза была бы снята, это был бы знаком того, что Китай действительно видит неизбежность конфликта и не только в оборонительную, но, в общем, в наступательную позицию переходит. Поскольку она сохраняется, но здесь нужно пояснить, что это довольно старая формулировка. То есть здесь показывается устойчивость китайских подходов в сфере внешней политики, и что, несмотря на вот те вызовы, с которыми Китай столкнулся при Трампе, его подходы к оценке международной ситуации коренным образом не изменились. Вот этот термин о том, что Китай находится в периоде стратегических возможностей, он означает, что у Китая есть некий запас времени для своего внутреннего развития, бесконфликтного, то есть без серьезных конфликтов. Но это означает, что по оценкам, опять же, мы имеем дело не просто с высказываниями отдельного эксперта, но это как бы высшая мудрость, которая существует на китайской политической сцене. Я уже вам говорил, как это тщательно, вот эти все документы готовятся, но, в принципе, все партийные документы так готовятся, то есть это относительно длительный процесс, запрашиваются мнения у государственных ведомств, различных заинтересованных, у экспертов. Естественно, используются данные и спецслужб, разведки там и так далее, то есть весь комплекс политической информации, которая доступна. И на этой основе делаются вот такие вот краткие, но там за каждым словом видишь определенную, такую авторитетную оценку. Это означает, что сохранение этой формулировки, на мой взгляд, означает, что китайско-американская конфронтация не помешала развитию Китая. Естественно, оно, это развитие будет другим. Какие приоритеты Китай установил для себя, мы еще чуть-чуть поговорим попозже. Но главное, что Китай не будет использовать войну для решения вопроса и о своем вот воссоединении, там, скажем, Тайванем, и использовать преимущественно военные методы в урегулировании территориальных споров с соседями. Это, конечно, прежде всего связано с тем, что те задачи, которые ставятся в связи с экономикой, экономическим развитием, собственно, и было темой Пленума, они исключают военный путь, то есть использование войны. То есть в условиях конфронтации, а это будет масштабная конфронтация, то есть ясно, что конфликт США, он перекинется вообще на отношения и в целом с западным, так сказать, блоком и с многими соседями по региону, которым будет чрезвычайно сложно в такой ситуации делать выбор между Китаем и Соединенными Штатами. Естественно, это поставит под угрозу выполнение тех экономических задач, настоятельность которых стала особенно очевидна во время нарастания китайско-американских торговых противоречий. Даже не торговых противоречий, а технологической войны, которая была развязана. То есть вряд ли мы будем ожидать обострения, в том числе отношений и с Тайванем. Естественно, Китай будет продолжать свою линию на то, что будет критиковать любые шаги в Соединенных Штатах по восприятию Тайваня как нормального государства, обычного государства. Естественно, это все сохранится. А то, что такая политика будет продолжаться, тоже сомнений нет. В недавнем докладе Конгресса рекомендуется утверждать руководителя де-факто посольства американского на Тайване. Это American Institute называется, вот это квази-посольство. Как и многие другие государства, которые не имеют дипломатических отношений, Соединенные Штаты представлены такой особой структурой. Вот предлагается сейчас утверждать руководителя американского института на Тайване в Сенате. То есть равная процедура такая же, как у американских послов в других странах. Это, безусловно, несколько повышает, неизвестно воспользуется ли Байден этими рекомендациями. Но то, что есть двухпартийный консенсус такой по поводу Тайваня, в этом сомнений нет. Но даже вот несмотря на эту сложную ситуацию и то, что отношение, так сказать, диалог острове материка после прихода к власти Цайнвэнь уже вот на второй срок, он прерван. Все-таки Китай не рассматривает военный, ну, на мой взгляд, военный вариант в качестве такой опции. То есть для Коммунистической партии Китая и Сидинпина, вот, наихудшим сценарием было бы ухудшение внешней обстановки стратегической. И чтобы нанесло результат, чтобы нанесло серьезный ущерб динамике развития Китая. Ну, и особенно, конечно, прямой военный конфликт между Китаем и Соединенные Штаты. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, это необычно большое место, которое в материалах пленума экономического, я повторю, заняли вопросы безопасности. Но если проанализировать Коммуникея, посчитать вот какие-то ключевые политические термины, это тоже способ анализа тех документов, которыми мы располагаем, то безопасность встречается там 22 раза. Это на один раз меньше модернизации, 23 раза. Это больше, чем инновации, 15 раз. И открытость 11. То есть мы видим, что все-таки интересам внутреннего развития и безопасности, которые на предыдущих пятых пленумах, которые посвящались перспективному экономическому планированию, они практически не рассматривались. И здесь китайское руководство демонстрирует такую, фактически утвердившуюся уже во время Си Динпина идею о том, что вопросы развития и вопросы безопасности, они взаимосвязаны. То есть не будет развития, если не будет обеспечена безопасность. Здесь имеется в виду не только внешняя безопасность, но и внутренняя безопасность. Тут целый комплекс вопросов, которые вообще в Си Динпину отводятся, такая главная роль в разработке идеи о комплексной безопасности в Китае. Сюда входит реакция не только на традиционные угрозы, там защиту суверенитета, территориальной целостности и так далее, но и на любые нетрадиционные угрозы. В том числе и реакция на угрозу экологии, скажем, растущий китайский средний класс стал более требовательным, поэтому вопросы зеленой экономики, вопросы качества воздуха, воды, продуктов питания, конечно, они переходят уже в вопрос социальной стабильности. И вот внимание, которое пленум уделил вопросам безопасности, меня лично не удивляет, это просто реакция руководства на те вызовы, с которыми Китай столкнулся. Это не только пандемия, это и, например, ситуация в Гонконге и вообще влияние внешней среды на развитие Китая. Скажем, в Гонконге это тоже довольно сложный такой узел, где мы видим и воздействие внешней среды, то есть это такой фактор, который может привести к усилению санкционного давления на Китай. Эти все факторы, естественно, руководство Китая должно учитывать. И вот для нейтрализации этих рисков и обращается такое внимание вопросам безопасности. Но вот в документе прямо сказано, что мы, я процитирую, мы все больше осознаем, что безопасность является предпосылкой развития, развития гарантии безопасности. Вот на этот пункт я бы тоже обратил внимание. И, естественно, поскольку мы говорим об экономическом пленуме, как видит Китай свое будущее экономическое развитие? Какие здесь угрозы существуют и что собирается делать? Во-первых, вся ситуация с китайским, потому что торговая война, это, конечно, на самом деле вещь, которая легко может быть разрешена, потому что мы знаем, что есть торговая сделка с Трампом была заключена, Китай пошел на некоторые уступки. Это не так сильно ударило вообще по Китаю, даже, может быть, и Китай получил некоторые плюсы от того, что эта сделка была заключена. Но вот то, что касается атаки на китайские высокотехнологичные компании, Huawei и так далее, на китайские мобильные платформы, вообще на этот сектор, с которым Китай ассоциирует тоже и свое будущее место в мире. В последнее время в Китае довольно часто употребляется термин «международная дискурсивная сила». Но если до Си Динпина это понималось как канал коммуникации зарубежной аудитории с помощью культурных, образовательных обменов для создания такого положительного образа Китая, то сейчас мы видим такое переформатирование вот этого понятия. И здесь больше акцент на то, что Китай должен внедрять, во-первых, свои технические стандарты, интернационализация китайских стандартов. И таким образом это тоже будет способствовать большему месту Китая, Китай гарантирует место Китая среди других держав особое. Трамп вот эти вот планы, естественно, разрушил тем, что китайские компании высокотехнологично подвергаются беспрецедентному давлению по всему миру. И руководство столкнулось с тем, что Huawei тоже недалеко, не весь китайский, и он зависит от поставок, в том числе, американских комплектующих. И те меры, которые американская сторона ввела против китайских высокотехнологических компаний, как раз подтвердили вот это вот очень слабое место китайского успеха в высокотехнологичных областях, зависимость от зарубежных поставок. И, естественно, на Пленуме, в документах Пленума особое внимание было обращено, во-первых, на развитие внутреннего рынка, во-вторых, на наращивание экономической, научно-технической мощи. И в том числе особое развитие в 14-15 веке получат новые драйверы и возможности. Это, прежде всего, как говорят, новая инфраструктура, но это то, что в основном связано с цифровой экономикой. Естественно, там все традиционные вещи, которые говорилось раньше о повышении уровня жизни, о культурном развитии, гуманитарном, об экологии, они сохранились. Но вот этот акцент на инновации и акцент на то, что Китай должен быть самодостаточной, высокотехнологичной области. Это, пожалуй, одна из важных составляющих тех решений, которые были приняты на Пятом Пленуме. Ну, были, прозвучали оценки о том, что в 2020 году ВВП Китая превысит 100 триллионов юаней. Но, тем не менее, несмотря на такие положительные итоги, говорилось о более качественном росте. То есть вопрос качества роста, вопрос повышения уровня самообеспечения в наиболее важных областях, он и технологическая самодостаточность, он, пожалуй, лидировал среди вот в экономическом блоке решений, о которых, которые тогда прозвучали. Ну, в общем, подводя итоги и ожидая ваши вопросы, о чем нам может рассказать вот этот вот Пятый Пленум? Ну, прежде всего, мы видим устойчивость китайской политической системы. Мы видим желание Китая повысить технологическую самодостаточность. И что касается внешней политики, то Китай, видимо, не настроен на конфликт с Соединенными Штатами. Можем мы ожидать некоторых трений в первые месяцы, после того, как Байден произойдет инаугурация нового президента. Там могут быть заявления с той или другой стороны по каким-то наиболее острым вопросам. Ну, может, не по правам человека, но скорее, наверное, по Тайваню это наиболее очевидно. Но в целом можно ожидать, что, по крайней мере, в экономическом, ну и китайские эксперты говорят о том, что в экономической области здесь возможный компромисс. Я, наверное, на этом закончу и ожидаю тогда ваши вопросы. Один я уже вижу, тогда, может, Адлан тогда их озвучит, да? Так, я, наверное, попрошу… Да, первый вопрос я озвучу, а так хочу вас поблагодарить за лекцию и призвать участников задавать вопросы. Вы можете их написать в чате. Можете также поднять виртуальную руку, если же это не сработает, то после того, как другие вопросы будут озвучены, взять слово инициативно. Первый вопрос от магистранта первого курса Алексеева Василия. Как бы вы прокомментировали подписание в РЭП? Как на ваш взгляд, КНР приближается к цели создания общества Сяо Кан и восстановления юрисдикции над Тайванем к столетию КПК? Как сказалась пандемия на реализацию АПОП? Как конфликт с Индией на границе и попытки США включить Индию в демократический четырехугольник смогут привести к эскалации напряженности в Азии или расколу в БРИКС? В общем, несколько вопросов. Я думаю, что на них можно ответить уже до конца нашего эфирного времени. Да, наверное, давайте, наверное, на ВРЭП я побольше сконцентрируюсь, потому что, ну, в общем, по Тайваню я выразил свое мнение насчет столетия КПК, но это уже в следующем году, мне кажется, это не произойдет, восстановление суверенитета Китая. Естественно, в последние годы звучат такие высказывания о том, что Китай не может это откладывать неопределенно долго. Но то, что как бы в первый год притирки вот снова американской администрации, которая, естественно, ну, это тайваньский вопрос, это один из главных вопросов китайско-американских отношений. То, что произойдет восстановление юрисдикции над Тайванем, ну, мне это с трудом верится. По поводу ВРЭП, да, вот это очень интересный вопрос, спасибо. Я думаю, что здесь мы не должны рассматривать ВРЭП как исключительно китайский проект, потому что, по крайней мере, вот насколько можно судить по оценкам эффектов ВРЭП, больше всего там выиграет, например, Япония, Южная Корея, вот эти вот государства, которые, между прочим, являются союзниками Соединенных Штатов в политико-стратегическом уровне. Поэтому, естественно, Китай был заинтересован, но здесь нельзя тоже преувеличивать какой-то антиамериканский акцент в этом вопросе, о том, что это исключительно делалось, то есть это процесс длительной вступления. Это не связано никак с обострением нынешних китайско-американских отношений. У вас не прозвучало, Василий, вот в вопросе, но я все-таки тоже, я себе его сам задам тогда, с вашего разрешения, по поводу вступления Китая в CPTPP. Это наследник Транс-Тихоокеанского партнерства, из которого Соединенные Штаты вышли. То есть это то, что осталось. Си Цзиньпин действительно заявил о том, что Китай подумает, но я думаю, на мой взгляд, все-таки в Китае не ожидают, что это вступление будет очень быстро. Там есть много абсолютно факторов, в том числе вдруг американцы захотят вернуться. Это сильно поменяет вообще картину. Но даже если нет, то у США есть возможность тоже предотвратить, скажем, быстрое вступление в Китай, повлиять на это. Поэтому я думаю, что Си Цзиньпин, ну и как в случае с РЭП, прежде всего демонстрирует то, что Китай, несмотря на американский унилитерализм, на America First, на то, что некоторые страны, как говорят в Китае, заботятся только о себе, Китай демонстрирует открытость в внешнем мире. Успевья пандемии на реализацию АПОП. Ну, естественно, пандемия влияет вообще на внешнюю деятельность Китая в том плане, что прежде всего Китаю приходится заниматься собственным развитием, потому что, естественно, экономика Китая, несмотря на то, что достаточно благоприятные все-таки итоги восстановления, но и технологические задачи, которые сейчас стоят перед Китаем, все-таки Китай будет сосредотачиваться на своем внутреннем развитии и более разборчиво подходить к тому, чтобы определять проекты. То есть каждый проект в рамках одного пояса, одного пути, он будет более тщательно рассматриваться. То есть вот таких вот политических, можно сказать, проектов, которые не основаны на экономическом расчете, будет меньше. Мне вот кажется, такие последствия может иметь Индия. Да, Индия – это довольно серьезная такая проблема, и в том числе, так сказать, вот на последнем этапе Индия вышла из переговоров по РЭП, опасаясь того, что это приведет к ущербу для индийской экономики. И довольно сложная ситуация на границе. Но, с другой стороны, Китай с Индией прибавляется к этому еще элемент регионального соперничества. С другой стороны, я думаю, что мы не должны тоже впадать в такую иллюзию, что Индия исключительно будет следовать в фарватере американских интересов, присоединяясь полностью к концепции Индо-Тихоокеанского региона. В Индо-Тихоокеанском регионе Индию интересует исключительно Индийский океан, а не Тихий океан, где как раз большая конфликтность между США и Китаем. То есть Индия вряд ли пойдет на серьезный вызов Китаю для того, чтобы там быть чуть-чуть поближе к Соединенным Штатам. То есть здесь у Индии, как крупной региональной державы, естественно, есть свои интересы. Примерно так, наверное, можно ответить. Коллеги, есть ли еще вопросы? Вы можете напечатать их в чате, но на этом этапе лучше задать их в эфире. Я не вижу поднятых рук. Вы можете нажать на кнопку «Включить звук» и, представившись, задать вопрос эксперту сразу. Так, Василий Алексеевич, у вас, видимо, есть дополнительный вопрос. У вас звук работает. Проверьте, пожалуйста, подключение. Лучше писать, наверное. Василий, ждем ваши дополнительные вопросы или вопросы в чате. А пока есть возможность задать вопрос у других участников. Тем временем Василий спрашивает о будущем российско-китайских отношений. И я, наверное, поперек наших принятых правил задам вопрос, который в Фейсбуке поступил, потому что он также в эту же корзину ложится по поводу энергетического сотрудничества России и Китая. Да, оба вопроса хорошие, оба достойны, наверное, отдельной лекции. Давайте я кратко отвечу. Что касается энергетического сотрудничества, я думаю, что, скажем, переход Китая на более чистую энергию, он открывает определенные перспективы для того, чтобы наращивались, скажем, поставки российского газа. То есть вытеснение угля из энергетического баланса, естественно, повышает заинтересованность Китая в получении российского газа. Поэтому все наши газовые проекты, я думаю, здесь, ну, в том числе, да, и, естественно, атомная энергетика. Здесь нам, правда, приходится выступать на достаточно конкурентном рынке, но успехи, которые уже есть у российского Росатома в Китае, они, естественно, открывают возможности для продолжения сотрудничества в этой области. Вот атомная энергетика будет в Китае развиваться, естественно. Что касается российско-китайских отношений, ну, стандартные фразы в том, что мы переживаем самый лучший период в истории отношений, но она не такая уж и пустая. Вот, мне кажется, это действительно так. Возникает сразу вопрос по поводу возможности образования Союза. Ну, вы знаете, наверное, да, что наш президент во время выступления в сессии вопросов и ответов на Валдае, отвечая на вопрос китайского профессора Ян Си Туна, который является, кстати, сильным таким сторонником китайско-архийского альянса, ответил, что, в общем, в таком предположительном, гипотетическом плане, что такой союз возможен. Ну, я думаю, что это действительно пока идет речь о гипотетическом, и при определенных, естественно, условиях. Ну, я уже могу сказать, что, по крайней мере, в военной области у России и Китая уровень военного сотрудничества практически соответствующий союзному. Естественно, у нас нет формального союза, и в наших основополагающих документах мы не говорим о том, что мы как раз воздерживаемся от вот этой модели. Мы считаем более правильное стратегическое партнерство. В принципе, стратегическое партнерство, оно и было придумано для того, чтобы обозначить тесные отношения, но без образования союза. И пока действует договор, который называется Большой договор 2001 года, китайско-российский, там как раз зафиксировано то, что Китай и Россия воздерживаются от альянсов. Но в то же время мы демонстрируем высокий уровень взаимодействия, в том числе и в международных делах, хотя они везде совпадают. Но тот факт, что мы оказывали помощь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении, это лучшая демонстрация именно стратегического характера российско-китайских отношений, потому что такие вещи, они делаются только между государствами, которые полностью себе доверяют, доверяют друг другу и подтверждают высокий уровень отношений. И мне кажется, несмотря на то, что действительно экономическое сотрудничество асимметрично и экономическая мощь Китая асимметрична, в нынешней сложной международной обстановке все-таки Китаю необходим такой союзник, на которого можно положиться. То есть есть уверенность, на чем основывается китайско-российская связка. На том, что мы никогда не будем вступать в альянсы с некой третьей стороной против нашего союзника Китая. Ни Китай, ни Россия. То есть здесь вот размен Соединенными Штатами, о том, что, скажем, наше сближение Соединенными Штатами за счет Китая и усиление какого-то сдерживания Китая, вряд ли оно будет возможно. То же самое мы можем говорить о китайской стороне. Хотя, как я уже сказал, не во всех региональных вопросах мы сходимся, но мы сходимся, наверное, в главном. Это главный выбор, потому что для стран, которые соединены такой протяженной границей и в истории испытавших и столкновения, и период открытой враждебности, вот политический выбор, который был сделан во время нормализации отношений, он, безусловно, сохраняется. Вот, пожалуй, так бы я ответил вопрос о российско-китайских отношениях. Игорь Евгеньевич, большое спасибо за лекцию. Василию Алексееву за вопросы и нашему подписчику в Фейсбуке также. И нашим слушателям за то, что были сегодня с нами. Наш цикл лекций продолжается. И в следующую среду в это же время будет лекция Михаила Мамонова о глобальном экономическом кризисе, монетарной политике, макроэкономической стабильности, инфляционном таргетировании и массе экономических и финансовых вопросов, в которых нужно уметь разбираться любому международнику. Поэтому ждем вас через неделю с нами. Сегодня мы завершаем нашу лекцию благодарностью нашему лектору. Спасибо большое и доброго всем вечера. Спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...